Привет, друзья! Мы с вами давно не виделись. За это время появилось достаточно много новинок и обновленных материалов. И сегодня мы про них расскажем и покажем, как с ними работать. Первым делом мы с вами рассмотрим А-профиль. Для имитации фальцевых кровель используется А-профиль как декоративный элемент. Раньше для установки А-профиля использовался обычный прикаточный ролик. В связи с чем были проблемы при сварке данного элемента, который изгибался и уходил от линии монтажа. Теперь в арсенале кровельщика появился вот такой вот инструмент, который имеет два подвижных ролика. Один позволяет производить сварку А-профиля, другой прижимает противоположный край А-профиля. С использованием данного ролика А-профиль монтируется четко по линии монтажа. Переходим к следующей новинке. Это материал Logikroof NG. За время существования он тебе хорошо уже зарекомендовал. Данный материал применяется для устройств противопожарных рассечек на кровле. Раньше были случаи, что ширина противопожарной рассечки после монтажа материала составляла менее двух метров. В связи с чем мы ушли от данной проблемы и увеличили ширину полотна до 101 сантиметра. Сравним старое и обновленное полотно Logikroof NG. Как и обычно, производим приварку Logikroof NG к поверхности материала полосами через каждые 25 сантиметров. Обратите внимание, что новый материал при перегреве не темнеет и нить не оголяется. В дополнение ко всему мы сделали поверхность материала более матовой, благодаря чему не образуется бликов. Плюс к этому увеличили прочность материала. Огнезащитные свойства материала не изменились. Теперь переходим к обновленному металлическому материалическому элементу, который мы применяем для крепления в бетон и сборную стяжку. Как вы видите, шляпки саморезов очень сильно введны над плоскостью старых тарелок, что и приводило к механическим повреждениям. Сейчас мы покажем это с помощью простого, грубого теста. А теперь рассмотрим парапетную воронку или, как многие ее называют, скатер. Отверстия для установки воронки прорезаем с помощью коронов. Производим монтаж воронки, подготовленные ранее отверстия. Производим монтаж основного гидроизоляционного ковра. Производим раскрой мембраны по бокам фартука. Мембрану на горизонте привариваем к фартуку воронки. Производим монтаж дополнительного гидроизоляционного ковра двумя отдельными элементами. Производим приварку дополнительного гидроизоляционного ковра, как горизонтальной, так и вертикальной части фартука воронки. Делаем приварку бандажной полосы В трубе воронки есть телескопический элемент, который позволяет менять ее длину Телескопический элемент состоит из двух П-образных профилей Для удобства монтажа вначале выдвигаем нижний П-образный профиль Вставляем его в переходное колено Далее переходное колено поддвигаем к верхнему П-образному профилю Обратите внимание, что труба воронки в парапете должна быть установлена с минимальным уклоном в 3% Сегодня мы сделали обзор новинок комплектации для плоской кроли Все эти новинки появились благодаря вашей обратной связи Поэтому оставляйте комментарии под данным видео или присылайте их на почту Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok